На протяжении полутора месяцев сотрудники федеральной спортивной базы соревновались в парусных гонках, морской рыбалке, мини-футболе, волейболе и стритболе, легкоатлетических эстафетах. В результате упорной борьбы победителем Суперкубка Спартакеады стала сборная Кисловодска. В любом случае, отмечает руководство предприятия, цель достигнута. Большой коллектив стал большой командой. Накануне работники спортивной базы Югспорт от специалистов хозяйственных служб до управленцев определяли лидера среди сочинских команд. По балете и поддержать участников летней Спартакеады на стадион пришли и многочисленные гости. Среди них спортсмены и тренеры национальных команд, которые в эти дни находятся на сборах в Югспорте. Чем больше наших сограждан будет заниматься спортом, тем для нашей страны будет лучше, потому что будет здоровая нация. Нам очень приятно, что сегодня есть такой массовый подход к спорту, очень правильно ведет политику руководства Югспорта. Завершилась Спартакеада соревнованиями шести сочинских команд в чирлидинге и перетягивании каната. В настрое и поддержке болельщики не уступали зрителям на трибунах крупных международных соревнований. Югспорт не просто участвует в организации проведения спортивных сборов и турниров, но и ведет тот же стиль жизни, что и сама Олимпийская столица. И это лучшая пропаганда спорта, отмечает руководство города. Для нас это очень важно, что показывают югспортцы в своем примере, что нужно развивать массовый спорт, что нужно все предприятия города привлекать. Мы благодарим вообще югспорт за большую проделанную работу, за оказанную поддержку в развитии массового детского спорта. Оценивали команды, в том числе и олимпийские чемпионы. В итоге кубок бронзовых призеров завоевала команда югспорта «Адреналин». Заслуженные медали и вторая ступень пьедестала у комплекса трамплинов «Русские горки». Победителем восьмой летней спартакиады югспорта среди сучинских команд стала сборная ледового дворца спорта «Айсберг». Я думаю, что мы в последующем будем привлекать и детей, и наших работников, для того, чтобы проводить малую спартакиаду. Здорово, конечно, и весь коллектив, несмотря что Ставрополье, Горный кластер, Эмеретинская долина, здесь центральное подозрение, все объединены одной задачей – успешно работать, успешно тренироваться и, конечно, еще раз создавать все условия для наших национальных сборных команд. И мы всех, жителей города, призываем заниматься физической культурой и спортом, вместе с нами идти вперед. Проигравших нас в спартакиаде не было. Победил спорт и здоровый образ жизни. Что же касается Суперкубка, то сборная Сочи уже задумывается о реванше в 2018 году. Инга Габеш и Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.